Выдающиеся личности в искусстве Казахстана Выберете основное содержание текста, извлекая главную информацию. Будете применять перефраз в речи, научитесь правильно склонять числительные 50-80, сможете отредактировать текст, исправляя орфографические и пунктационные ошибки. Сегодняшний урок мы с вами начнем со слов великого Мухтара Оезова. Всякий сумеет следовать по протаренной дорожке, проложенной отцами. Если ты в силах, ищи свои пути. Эти слова в полной мере можно отнести к тем выдающимся людям, о которых мы уже говорили с вами на предыдущем уроке. Сейчас посмотрите внимательно на слайд и выполните задание. Предлагаю соотнести название сфер деятельности человека и перефраз. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Наука – двигатель прогресса. Литература – художественное слово. История – царица наук. Образование – просвещение. Я уверена, что вы с легкостью справились с этим заданием, потому что названные перефразы являются общеупотребительными. Ребят, посмотрите внимательно на слайд. И вы увидели, что здесь нет одного понятия, связанного с человеческой деятельностью. Это понятие – искусство. А без искусства наш мир был бы серый и непривлекательный. Сегодня мы с вами будем говорить о Курмангазы, о выдающемся казахском народном музыканте, оказавшем большое влияние на развитие казахстанской музыкальной культуры. Чтобы поближе познакомиться с этим человеком, предлагаю прочесть текст. Курмангазы Сагарбаулы – казахский народный музыкант, композитор, дамбрист, автор Кюев. Жил в XIX веке. В настоящее время опубликовано 60 Кюев-композитора. Основные мотивы в его творчестве – освобождение народа и свобода личности. Кюи Алатау и Сареарха отразили глубокие думы народа о независимости и свободе, любовь к своей земле. Был очевидцем народного восстания казахов Букеевской Орды под руководством Исатая Тайманова и Мохамбета Утемисова против хана Джангира. Один из первых Кюев-Кишкентай был посвящен именно этому народному восстанию. А теперь, ребята, я предлагаю поработать с этим текстом и выполнить некоторые задания. Задание первое. Найдите в тексте данную информацию. Кто такой Курмангазы Сагарбай-Улы? Каковы основные мотивы его творчества? И как отразилась национально-освободительная борьба 30-х годов XIX века на творчестве Курмангазы? Ребята, давайте проверим, как вы выполнили задание. Итак, Курмангазы Сагарбай-Улы – казахский народный музыкант, композитор, дамбрист, автор Кюев. Основным мотивом его творчества является освобождение народа и свобода личности. Ответом на третий вопрос будет то, что один из первых Кюев Кишкентай был посвящен именно народному восстанию под руководством Исатая Тайманова и Мохамбета Утимисова. Выполним, ребята, следующее задание. С опорой на вопросы разделите текст на абзацы. Проверим. В этом тексте мы выделили три абзаца. Определите тип текста и основную мысль текста. Давайте проверим ваши ответы. Итак, ребят, перед нами текст повествования. В нем рассказывается о событиях, происходящих в жизни Курмангазы. Основной мыслью данного текста является то, что Курмангазы Сагрбайулы – казахский народный музыкант, композитор, дамбрист, автор – Кюев. Следующее задание, ребята. Найдите в тексте числительный, запишите их словами и дайте характеристику, указав разряд и состав этих числительных. Итак, ребята, давайте посмотрим, что же у вас получилось. Вы должны были выписать два числительных вместе с существительными. Первое числительное – в XIX веке, второе числительное – в 60 Кюев. Давайте дадим характеристику данным числителям. Итак, числительное в XIX – числительное, порядковое, простое. Числительное – 60 – количественное, сложное, числительное. Следующее задание, ребята. Вам необходимо просклонять числительные по падежам. Для чего мы это делаем? Дело в том, чтобы правильно употреблять числительные в речи, необходимо знать все об их окончаниях. Итак, числительное – XIX и числительное – XIX. Проверьте себя, ребята. Итак, склонение числительного – XIX. Ребята, я думаю, что у вас возникли проблемы со склонением числительного – X60. Почему это произошло? Дело в том, что сложные числительные и их склонения мы еще не проходили. Это и будет темой нашего сегодняшнего урока. Обратите внимание, ребят, на таблицу. Чтобы верно склонять числительное – 60, то есть сложное числительное, нам в помощь будет дано слово «соль». Обратите внимание на то, что в числительных сложных склоняются оба корня по типу слова «соль». Давайте посмотрим, как же это происходит. Итак, именительный падеж – «соль» – 60, нулевое окончание. Родительный падеж – «нет чего» – «соли» – 6, 10. Обратите внимание, чтобы обе части числительного имеют окончание «и». Дательный падеж – «соли» – 6, 10. Винительный падеж – «соль» – 60. Творительный падеж – «солью» – 6, 10. И предложный падеж – «о соли» – 6, 10. Ребята, давайте выполним практические задания, чтобы отработать теоретический материал. Итак, перепишите предложение, записав числительное 60 словами. В настоящее время опубликовано более кюев курмангазы. Проверяем, ребят. В настоящее время опубликовано более 60 кюев курмангазы. Следующее задание, ребят. Запишите примеры по образцу, добавив свои ответы. Обозначьте окончание числительных. Обратите внимание на образец. По образцу выполните следующие три примера. Проверим себя. И еще одно задание. Исправьте ошибки в предложениях. Объясните свои исправления. Запишите исправленные предложения. Ребята, давайте проверим наши предложения. Итак, говорят, сохранилось не менее 50 кюев курмангазы. Запятая после слова говорят отделяет вводное слово. 50 стоит буква И, потому что это родительный падеж сложного числительного. Второе предложение, ребята. Бунтаски и кюев курмангазы неслись по степи и зажигали сердца людей. В слове «неслись» и в слове «степи» орфограмма «е», проверяемая, безударная, гласная, в корне слова. «Неслись», проверочное слово «несся», «степи», проверочное слово «степь». Третье предложение. Кюй, лаушкен, курмангазы посвятил русскому другу, который помог ему в трудные минуты жизни. В слове «посвятил» буква «я». Это такая же орфограмма, безударная, гласная, в корне слова. «Посвятил», проверочное слово «святость». И последнее слово «жизни» пишется с буквой «и». Правило «жи», «ши» пишем с буквой «и». Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы познакомились с выдающейся личностью в искусстве. Определили основное содержание текста, извлекая главную информацию. Использовали перефраз в речи. Научились правильно склонять числительные 50-80. Смогли отредактировать текст, исправляя орфографические и пунктационные ошибки. Наш урок, ребята, подошел к концу. Я желаю вам успехов в изучении русского языка. До встречи на следующих уроках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин